мы себя перегружаем мы катастрофически перегружаем свой организм вот такого объема еды который представлен данном случае конечно же не требуется вы ни в коем случае не пожалеете о том времени пока вы что-то там не ели мы учимся ценить моменты более глубоко большинство людей это к сожалению не делает вот проведу голоданием все выздоровлю не получилось вот проведу еще одно голодание выздоровлю не получилось то есть проблемы это на самом деле стоит очень остро а здоровье это самая большая валюта которая может быть супер рацион для восстановления моего кишечника друзья всем привет на связи роман дипломированный врач и психолог а сегодня еще и дед мороз я в таком образе потому что в конце буду дарить вам небольшие подарки я прошел сложный путь лечения тотальной формы няк с применением биологической терапии до полного выздоровления на этом канале я делюсь необходимой полезной информацией по лечению язвенного колита и болезни крона а также показываю историю людей которые справились с в языка сегодня я расскажу вам про тему застолий и как один из частных примеров это новый год самый наверное грандиозный праздник который ассоциирован с большим количеством еды и мы обсудим как лучше всего поступать как эффективнее всего поступать при выздоровлении от в языка вот в случае подобных ситуаций я думаю что вы согласитесь что мы сейчас живем в культе еды огромное количество предложений сыпется со всех сторон мы идем по городу и вокруг баннеры где предлагается какая-то доставка еды где реклама каких-то там полезных продуктов и так далее так далее акции каждый пытается продать свой товар в качестве в виде продуктов и предлагает вот акции какие-то предложения специальные все это транслируется и конечно пропитывается наш мозг этим пропитывается и нам кажется что это это в общем гиперболизируется столько еды сколько сейчас есть в нашем доступе раньше у людей конечно же не было в таком количестве и еще что немаловажно таком качестве в котором они имеются в современном мире понятно что это и антибиотики и гормоны на которых растят животных там преимущественно конечно птицы вот больше всего подвергнуты этим воздействием но и в принципе найти качественный продукт сейчас довольно сложно а по количеству хоть что угодно вот сейчас зима вот ананасы мандарины фрукты и яблоки апельсины но какого это качество это уже другой вопрос и вследствие вот такой ситуации которая складывается мы видим конечно же огромное количество заболеваний в частности в языка как такой тоже яркий представитель довольно специфичный желудочно-кишечный тракт страдает от от питания в том числе как одной из причин его возникновения ну конечно не единственная причина но очень важный аспект особенно особенно у детей кстати у детей у подростков у которых особенно вот в последних поколениях про крепость микрофлоры говорить бессмысленно она ну довольно слабая в целом дети не отличаются особой крепостью здоровья настоящей время и они подвергая они больше подвержены вот всем этим воздействием тем более когда их кормят больших количествах и не совсем полезной едой то есть проблема это на самом деле стоит очень остро мы сегодня с вами будем говорить не про рецепты блюд которые можно приготовить людям которые выздоравливают которые еще находятся на этапе выздоровления от в языка об этом я снимал видео в прошлом году можете перейти по ссылке в описании и его тоже посмотреть моя задача сегодня показать я во-первых попытался вот смоделировать такой средний средний стол новогодний средний статистический вот примерно он соответствовал тем столам которые я наблюдал на протяжении своего взросления в подростковом возрасте я думаю что плюс минус он будет одинаковым вы можете написать в комментариях что обычно у вас являлась или является обязательными атрибутами это конечно же вот для меня прям символом нового года всегда являлась являлся салат оливье например его прям очень сильно и любил и люблю вот середка под шубой конечно же какое-то горячее блюдо например вот пельмени в данном случае не обходился новый год и без фруктов мандарины это вообще запах мандаринов елка это самое думаю такие главные атрибуты нового года вот этого праздничного настроения ну конечно бутерброды бутерброды со шпротами с помидорами тоже кстати интересное сочетание с икрой конфеты торт сок и много чего еще могло бы быть но это вот так вот в общих в средних чертах и начнем мы с вами обсуждение с того что в принципе вот такого объема еды который представлен данном случае конечно же не требуется чисто с точки зрения нашей физиологии наши наших потребностей организма от еды а новый год он как обычно ассоциировался как раз с тем что будет такое пиршество будет праздник живота и я вспоминаю себя ждал что да вот новый год там будет столько всяких вкусностей какой-то элемент общения просто приятного времяпрепровождения уходит на второй план в первую очередь вот конкретно для меня например я думаю что для многих людей вставал вопрос вкусно поесть вкусно поесть для многих еще и вкусно и вкусно просто выпить и это происходило в несколько заходов человек ест вроде наелся уже все там типа блин все живот уже полный давай чуть-чуть посидим подождем полежим там погуляем и продолжим дальше но этого же повторюсь не требуется не то что не требуется мы себя перегружаем мы катастрофически перегружаем свой организм я вот последнее время провожу такую аналогию я говорю что у нашего тела есть определенный запас прочности есть так называемый гарантийный срок службы то есть мы получаем если мы родились здоровыми там относительно здоровыми у нас все равно есть определенный вот запас прочности гарантийный срок в котором даже перегружая свой организм мы будем чувствовать себя ну неплохо относительно от чего будет зависеть этот срок от врожденных как раз вот способности от каких-то врожденных задатков от того каких условиях человек содержит свое тело как он его нагружает не нагружает походит ли наш организм техническое обслуживание или нет и от этого будет зависеть как раз срок у кого-то он закончится еще в подростковом возрасте у кого-то в 20 у кого-то в 25 лет у кого-то в 40 а кто-то может жить в довольно агрессивном режиме может быть и до 50 лет но он всегда имеет свой конец этот срок поэтому неудивительно что человек например на протяжении многих лет жил в режиме чревоугодия и потом говорит а что-то вот вроде бы все то же самое ем также там выпивали бы не выпиваю но состояние уже не то какое было раньше значит срок службы гарантийный уже пришел к окончанию самое неприятное в том что по истечении этого срока чтобы восстановить свое здоровье требуется намного больше времени и усилий нежели поддерживать его в таком адекватном режиме вот друзья вспомните все те праздники все те вот застолья все те элементы переедания которые у вас были и подумайте вот если бы их не было вот вообще представьте вот их не было бы вообще ни на день рождения там не на новый год не просто кто-то каждый день может объедаться чем угодно там булочками просто человек может передать саму порцию от братья передать еду в плане объема если бы всего этого не было как вы думаете вот честно себе ответьте на вопрос неужели ваш организм работал бы в таком же режиме как он работает сейчас я думаю что намного больше бы в нем осталось запаса прочности представьте что вы покупаете новый автомобиль в автосалоне он конечно будет хорошо ездить пока он новый но вы даете вы из него все выжимаете вы его эксплуатируете не по тому регламенту который предусмотрен для эксплуатации вы его не обслуживаете а потом удивляйтесь почему он сломался то же самое здесь в понятие нашего технического обслуживания входит много понятий и тот же сон тот же отдых тот же регулярный мониторинг определенных показателей чтобы находить проблемы на ранних этапах если они уже имеются и их устранение устранение дефицитов каких-то дисбалансов большинство людей это к сожалению не делает вот это такая долгая речь для того чтобы вы понимали что ничего не берется просто так ниоткуда всегда есть определенные причинно-следственные связи и это понимание дает нам ну определенную такую мира свободу уверенность что повторюсь это не просто так это не случайность вы не подхватили там откуда-то в язык а это все такой вот результат уже следствие того образа жизни который человек вел повторюсь питание это один из компонентов дальше очень друзья важный вопрос в том как раз питание пересекается максимально плотно с вопросом психологии очень плотно всегда когда мы общаемся с людьми на консультациях я говорю психология питание идут вот прям нога в ногу о чем здесь речь когда человек столкнулся с в языка у него есть выбор есть выбор на самом деле пойти по пути выздоровления начать лечиться но лечиться по-настоящему эффективно и этот путь будет предполагать определенных изменений изменений привычного образа жизни и в том числе питания то есть вот такой стол который сейчас накрыт он не предполагает того что человек который болеет в языка будет вот это все есть правильно то есть у человека будут определенные изменения его привычном рационе эти изменения несут за собой психологическую нагрузку напряжение нежелание там соблюдать определенную диету и поэтому я рекомендую использовать не слова диета диета это что-то такое ограничивающие что-то вот запрещающие а использовать понятие как рацион питания особый рацион питания на какой-то период времени по-другому звучит согласитесь либо мы на диете либо нет у меня особый рацион питания у меня происходит реабилитация кишечника и ему сейчас не нужны салаты оливье там торты селедки под шубой поэтому я выбираю другое как меняется восприятие почувствуйте либо я на диете мне нельзя либо я выбираю другое я на особом питании сейчас у меня особый рацион у меня рацион супер рацион для восстановления моего кишечника это один момент второй важный момент это то что этот рацион особый на период реабилитации не будет вечным если вы как раз реабилитируетесь если вы восстановитесь выздоровеете то вам будет доступно в принципе все что вы хотите но понятно что не не с точки зрения там объедания опять же может быть вот эти переедания вас привели к болезни соответственно когда вы выздоровеете вы сможете покушать но вы будете смотреть как вы кушаете что вы кушаете каких количествах вы кушаете понимаете и это тоже дает такую вот свободу я же не вечно на каком-то рационе я сейчас реабилитируюсь и потом буду кушать я кстати пока вам рассказываю уже захотел отведать салат оливье это один из моих любимых салатов поэтому я не удержусь и начну уже потихоньку есть ну прям по новогоднему максимально друзья напишите пожалуйста какой ваш самый любимый салат на новый год может быть это какой-то особый салат который вы прямо распишите в виде рецепта новогодние салфетки являются обязательным атрибутом новогоднего стола вот когда я заболел большинство людей когда сталкивается с этим диагнозом у них возникает но у меня такой вот возникало а неужели я никогда не смогу поесть салат оливье да ладно как как так такого быть не может и понятно что когда все ужасно ужасное состояние там речи вообще близко не может быть про что-то вот такое праздничное вкусное разнообразное красивое но наступает время если опять же вы движетесь по грамотному пути лечения выздоровления то вы как максимально обычный человек здоровый можете с удовольствием кушать вот такой салат маленькая ложка друзья кто не знает про маленькую ложку значит вы плохо смотрели мой канал значит вы мало знаете про про определенные инструменты к выздоровлению про определенные принципы вот рекомендую вам узнать что значит маленькая ложка если вы не знаете а если знаете то вы молодцы уже салат был замечательным очень вкусно и так друзья идем дальше значит мы решили что это не диета это особо рацион и он не вечный я по ходу себе разбудил аппетит сейчас чуть-чуть расскажу буду дальше еще есть значит идем дальше это вопрос который мы с вами выяснили очень тесно переплетается с психологией с восприятием все мы решили что у нас рацион питания определенный на какое-то время и выздоровеем потом сможем поесть что что нам нравится и вкусно и так далее но теперь пока еще человек находится вот в режиме этого рациона он может сказать и часто люди так делают да я лучше не буду там в принципе присутствовать вот на на празднование этого нового года например чем буду сидеть там и что-то свое пить не кушать там салат оливье и пить шампанское а костный бульон пить да зачем это надо вот как раз таки надо обязательно надо я как вам здесь провожу такую тоже как я вам здесь поясняю почему почему нужно это делать вот смотрите друзья к началу разговоров вернемся праздники часто ассоциируются праздники встречи с друзьями там какие-то события ассоциируются с тем что нужно набить брюхо и все эти элементы общения уходит на второй план когда мы исключаем питание из дополнительного источника удовольствий сопровождающего наши беседы наше общение мы глубже погружаемся вот в сам процесс например новый год там день рождения зачем люди встречаются чтобы побыть вместе обменяться чувствами эмоциями вот общением давайте просто встретимся давайте не будем наедаться не будем напиваться наедаться давайте встретимся пообщаемся почему почему так нельзя сделать почему нужно обязательно наездся во время этих этих всех дел почему человек не может просто сказать например опять же при встрече со своими друзьями там так далее сказать нет я не буду есть его спрашивают почему на мой взгляд достаточно просто одного желания человека не есть просто не хочу но сказать это сложно правильно и мы здесь опять находим максимально положительный эффект от сама диагноза даже если до этого вы могли быть ну в определенной степени и скованы нет вот этой свободы выразить свое желание сказать нет я не хочу или я не буду или мне так будет лучше мог возникать страх быть белой вороной среди всех обычных людей то здесь вы понимаете что от этого зависит ваше выздоровление либо нахождение вот в нездоровом образе и вы говорите у вас появляется эта свобода вот эта мотивация сказать нет научиться это делать говорить нет и я всегда поясняют вот здесь такой тонкий момент если те друзья которые вас поймут друзья там близкие ваши это ваши люди а если они вас не поймут и как-то будут осуждать ну значит это не ваши люди соответственно ну эффективнее всего начать менять круг общения нелогично ли звучит потому что наши родные люди близкие они нас должны понять конечно у человека может быть такой период когда ему там не стоит что-то есть что-то нужно ограничить он просто не хочет и достаточно одного желания сказать нет желание чтобы сказать нет и все то есть мы здесь ценим моменты намного выше чем раньше вот эти моменты когда мы встречаем новый год день рождения мы находимся с нашими вот близкими с нашими друзьями и но мы не едим того что едят просто от люди в обычном состоянии мы учимся ценить моменты более глубоко сами моменты учимся свободе свободе своих решений и обесцениваем еду дополнительно вот это очень важный момент на самом деле очень важнее так дальше что еще хотел рассказать перед тем как я вам расскажу я хочу еще что я хочу что я хочу наверное салат опять пельмени не хочу пельмени пропустил потому что начал с оливья уже как-то после оливья пельмени не не пойдут наверное вот поэтому мы начнем вернее продолжим салатом селедка селедка под шубой тоже немножко попробуем что у нас получилось ну селедка под шубой да это такая классика она в принципе вкусная но не мой самый любимый вариант так скажи тоже очень вкусно самое главное что этот вкус приятно ощущать здоровом именно теле в здоровом состоянии понимать что у вас не меселозины прикрывают от того что воспаление может возникнуть а вы в здоровом состоянии кушать и вас ничего не ограничивает по сути друзья но это не призыв действия мои действия сейчас это конкретно мой опыт конкретно моего желания сейчас вот так поесть ну и вас больше вдохновить показать что это возможно если пока вы еще болеете я далеко не так нужно питаться сто процентов за моим за моей возможностью так есть стоит ну реально громадная работа громадная работа и большое количество времени итак шуба замечательная у нас сегодня только два салата в принципе этого вполне достаточно переходим дальше к следующему пункту который говорит про то что важнее всего качество в первую очередь качество а не количество вот знаете тоже часто сталкиваюсь с тем что люди этот вопрос пересекать с этой темы про которую сейчас буду говорить люди гонятся за успешным успехом который транслируется опять же везде в сми особенно во всяких инстаграмах и это же иллюзия это же максимальная иллюзия представляете сам человек себя обманывает есть такая книга замечательно называется быть они казаться вот я вам очень рекомендую ее почитать и применять этот принцип в жизни мы можем создать иллюзию счастья но никому нам от этого хорошо не будет если мы будем в это играть создавать иллюзию и еда например вот взять тот же салат оливье его готовят обычно в классике опять же шутки такие ходят анекдоты там тазик оливье и потом весь новый год едят и часто в таких случаях люди начинают экономить брать там какие-то ингредиенты подешевле но лучше взять подороже пусть его будет поменьше но это будет более качественный вариант пусть это будет там майонез сделан вами собственноручно проверенный качественный пусть это будут домашние яйца заморочитесь найдите домашние яйца даже если вы живете в городе вот те ресурсы которые вы вкладываете в поиски яиц виде времени виде финансовых затрат это не затраты это инвестиции в ваше здоровье а здоровье это самая большая валюта которая может быть икра вот например бутерброд с икрой можно купить вот такую баночку икры маленькую дорогую но все равно относительно проверенную или можно купить вообще имитированную икру что это такое из чего она делается это же просто вот на какую-то показуху мы лучше съедим вот такой маленький бутерброд с настоящей икрой чем повторюсь с какой-то имитации будем пробовать вполне вкусно на я признаться не любитель икры но хорошо к слову икра сейчас дожую расскажу икра является хорошим продуктом ценным настоящая игра ними не имитирована точно на пути к выздоровлению на определенных этапах не на всех конечно же вот и например люди из моего закрытого из приватной моей как из моего канала приватного в телеграме могут есть икру просто ложками вот здесь классический вариант бутерброда с икрой маслом мы знаем что глютен это не самый лучший вариант правда не самый лучший вариант продукта который можно употреблять выздоравливать языка можно просто брать ложку помните какую и есть икру есть масло без хлеба не обязательно что-то на что-то мазать вот то есть качество качество ставим превыше количество однозначно и так во всем дальше друзья тоже такой важный вопрос про терпение вот когда мы обсуждаем вопросы питания люди говорят например не будем брать час на выгу новый год какой нибудь летний сезон люди говорят я вот очень люблю арбузы или там еще что-то как же мне вот быть как мне их не есть сейчас но это же абсурд процесс лечения предполагает не употребление каких-то там видов продуктов или блюд определенных если вы хотите выздороветь логично пока это не есть логично будет пропустить один сезон например или два сезона или три сезона но эти три сезона идут вам в копилку как ваше восстановление здоровья как раз они не просто необходимы вы пропускаете 1-23 сезона кому-то может быть больше понадобится кому-то меньше это зависит от многих факторов от вашего стажа заболевания от тех условий от вашей приверженности к лечению к настоящему обычно все проходит намного быстрее чем мы ставим вот какие-то прогнозы но не нужно нужно рассчитывать на большее количество времени лучше всего я в свое время решил что я не буду себе ставить сроков я уже было дело ставил сроки там на одно голодание вот проведу голоданием все выздоровлю не получилось вот проведу еще одно голодание выздоровлю не получилось я понял что лучше не буду ставить сроки понадобится на это год я готов понадобится на это два года без проблем 10 лет тоже я это я знаю свою цель я буду к ней двигаться ставить сроки вот я попробую три месяца не получится ну все значит но это не серьезно я сразу вижу людей которые когда записываться на консультацию я отправляю анкету и там есть такой вопрос сколько вы готовы времени соблюдать определенный образ жизни для выздоровления и большинство конечно отвечают сколько потребуется но есть люди которые говорят 1-3 месяца не больше вот поэтому мой посыл в том чтобы дать себе время набраться терпения и пропустить например поедание от определенных блюд на этот новый год например но увы зато себя не травмируйте вы себя восстановите и на следующий новый год вы сможете это кушать вот либо арбузы либо еще что-то дайте себе время и в тоже и в то же время вы прокачиваете опять же смотрите положительный момент вы прокачиваете свое терпение если до этого вы знаете что я такой нетерпеливый нетерпеливая вот я не могу так у меня терпение там на 3 балла из десяти всего лишь за счет в языка вы сможете его прокачать до десятки или даже до 11 если вы готовы конечно именно выздоравливать если бы у нас был с вами сейчас прямой эфир я бы спросил вашего совета чтобы мне сейчас есть потому что хочется чего-то еще так наверное мы знаете что попробуем попробуем торт что из себя торт представляет мне с собой тарелки нет поэтому я прям вот так его возьми сейчас еще друзья очень важный момент очень важный момент в том что вот то время когда вы ну пропускаете дайте сезоны сезонной еды так скажем ваша жизнь же не останавливается вы продолжаете жить свою жизнь это очень важное сознание что а жизнь не ставится на паузу она становится даже более такой глубокой более осознанной на самом деле вы ни в коем случае не пожалеете о том времени пока вы что-то там не ели в этом нет такого прям такой знаете прелести вот такого замечательного какого-то состояния того что там можно съесть торт ну да можно ну вкусный до вкусный торт но приятно что нет каких-то ограничений можно все это съесть но на уровне заболевания в состоянии заболевания это все кажется намного круче намного выше вот мне бы вот это есть и все будет классно да не в этом проблема вообще абсолютно не в этом короче кусочек себе отрежу небольшой по моему тирамису какой-то торт у нас просто быть классика соответственно что-то обычное такое салат и торт на десерт такой вкусный торт вкусный обычный торт опять же можно сделать самостоятельно торт из максимально натуральных проверенных ингредиентов вы обратили внимание что стакан символом будущего года не просто так вот даже такого знаете прям гипер удовольствие не получаешь от торта потому что со временем вот когда человек привык есть большого количества еды какой-то вот насыщенной еды у него происходит на эти такая зависимость наступает от еды рецепторы прям притупляются уже ко вкусам и человеку нужно больше вкуснее насыщеннее острее со временем когда человек приходит на более осознанной прием пищи у него рецепторы тоже обновляются очищаются и кому-то вообще не даже близко не будет хотеть смотреть там на торт или там на конфеты например кто-то периодически может поесть ну уже более проверенный вариант опять же более качественные но того прям уровня вот найти тот уровень удовольствия эйфоричный он не совсем здоровый друзья вот в процессе поедания торта доедания на мне появились два дополнительных реквизита сейчас я вам про них расскажу все-таки он стал чуть вкуснее я распробовал вкус большого проблем про которые сегодня вам рассказывал связано с тем что вы либо навесили сами либо позволили навесить на себя ярлыки определенные ну например ярлык больного человека вы сами себя ассоциируете с больным человеком вы проносить проносите через все понятие больной через призму больного понимать что это ярлык он на вас висит вы вы позволили этому быть либо сами себя себе повесили его или пока вы вот не кушаете что-то что едят другие вы себя можете считать например неудачником все же едят все там пьют все здоровые счастливые а вот я такой-то особенный и что самое приятное что эти ярлыки они очень легко уходит точно так же как и вы их на себя навесили в тот момент когда вы перестаете себя считать больными неудачниками смотрите просто с другого угла по другому на всю эту ситуацию вы понимаете что наоборот у вас преимущества определенные перед другими людьми на самом деле это можно сжечь выбросить куда-нибудь в мусор вот подведу сейчас такое краткое мини резюме мы сказали что в принципе огромное количество еды не требуется наедаться переедать набивать брюхо это нехорошо если нет возможности условно нет возможности сейчас пока наедаться чем-то вот там чем другие люди могут полакомиться задача в это время себя прорабатывать с точки зрения психологии учиться отказываться учиться свободе и понимать что это временное состояние дальше мы делаем акцент на качестве они на количестве качество приоритете нужно терпение для выздоровления обязательно нужно терпение если его сейчас нет задача его в себе взрастить и конечно как вы сами на себя посмотрите какие на вас будут навечно ярлыки от этого зависит весь процесс будете вы здоровы или нет друзья я вначале сказал что у нас будет небольшой розыгрыш сейчас покажу из чего он будет состоять так как все то что я вам рассказываю может забываться не все сразу отпечатается я создал вот такие символы такие магнитики они объемные магнитик на холодильник вот таких 5 магнитов 5 таких магнитов вот таким образом можно приклеить на холодильник и когда вы будете подходить чтобы взять что-то поесть вас будут всплывать определенные воспоминания о том видео которое вы сейчас смотрите например в целом о том подходе про который я говорю и соответственно у вас будет намного меньше шансов что-то сделать неправильно эти пять магнитов я разыграю своем телеграм-канале ссылка на который будет в описании то есть через телеграм-канал вы сможете узнать победителя вошли ли вы список победителей а чтобы участвовать в конкурсе нужно написать комментарий под этим видео выделить три пункта в первом пункте кратко описать историю своего диагноза когда был поставлен какой какая степень поражения что в этом году вы сделали уже для выздоровления что вы сделаете в двадцать четвертом году для окончательного выздоровления это второй пункт что вы сделаете в следующем году и третий пункт это пожелание всем тем кто находится на пути к выздоровлению любые ваши пожелания вот такой небольшой розыгрыш и все-таки мне захотелось какую-то съесть конфету друзья вот можно тоже в комментариях скажите кому знакомы такие конфеты вот это в принципе классика которую я помню с детства это маска конфеты маска конфеты маленькое чудо это левушка тоже такая классика медунок напишите встречались ли вы с этими конфетами и как какая какие вообще конфеты у вас раньше были вкусными я захотелось есть маленькое чудо конфеты нужно быть аккуратными потому что они тоже вызывают зависимость маленькое чудо съел и захотелось есть еще медунок сейчас сразу маленькое чудо вкуснее так как друзья следующий год год дракона пусть он будет ассоциирован с таким мощным сильным духом с мощным пищеварением дракон же сюда так вот такой огонь изо рта сильно пищеварение должно быть пусть это все будет такими ассоциациями символами я всем желаю крепкого здоровья удачи выздоровления обязательно напоминаю про магнитики наш конкурс чтобы напоминание было о том как нужно выздоравливать и конечно же мы с вами не прощаемся до новых встреч с новым годом